Друзья, приветствую! Сергей из Краснодарского края прислал образцы масла Ravenol VSW. Это 0,30 вязкость. Свежая отработка, описание, условия эксплуатации, автомобиль Audi Allroad B9 2017 года с трехлитровым дизелем, 272 л.с. общим пробегом 140 тысяч километров и пробег на масле 14 тысяч 400 километров, 240 моточасов. Высокая средняя скорость 48 километров в час, половина уровня съела, средний расход 7,7, не чипован, экология на месте. Ну и видите, был пробег 1000 километров на очень высокой скорости. Так, сейчас я создам эталон для данного масла. Вот я уже запись сделал. Проверю свежее, проверю отработку и через несколько секунд покажу вам результаты. Не переключайтесь. Так, результаты готовы, но прежде чем их показать, необходимо уточнить, что это образец не из Краснодарского края, а из Болгарии. Просто посылка передавалась через Краснодар. Давайте посмотрим на результаты. Так, значит, по коэффициенту корреляции видите Ravenol VSW 0,30, 100 процентов. Максимальная совпадение это ROVE Hightech Multisync DPF, тоже C3, 5,30 правда, и совпадает на 99,13 процента, менее процента. То есть, я так понимаю, что это топовые ROVE, вот, и видите, какое высокое совпадение. То есть, да, есть такое, что C3 очень близко друг к другу стоят. Ну, рецептура прописана с ограничениями, поэтому вот они попадают близко. Да, я думаю, что и в Равиноле все тут с составом такое качественное. Так, давайте посмотрим область спектра, отвечающую за состав базы. Вот видите, да. Ну, здесь непонятная картина. Посмотрите, синтек платином 5,30 и Равинол, и, блин, все, получается. Начинаю вывод, что это, как бы, напрашивается из этого графика, что это гидрокрекинг. Посмотрите, все три уровня одинаковые. Далее идут расхождения, но тем не менее. Интересно. Нулевка, да. Значит, следующая область, это у нас, красная линия, это Равинол, эстеры. Видно, что эстеров чуть-чуть есть. Это правый горбик, левый горбик, это субцинемиды. Видите, значит, по субцинемидам, как полнозольный Газпром премиум N. Вот. Ну и пару процентов по эстерам есть. Так, давайте посмотрим данные по-свежему. Значит, вот Равинол VSW 0,30. Так, значит, окисление нитрования. Да, по окислению видно, что здесь пару процентов эстеров или ПИА. Значит, противоизносных присадок 0,77 процентов. Ну, типично, мне кажется, для АЦ3 присутствуют и фенольные, и аминные антиокислители. Фенольных 0,21, аминных 0,74. Кстати, говорят, аминные имеют свойство восстанавливать фенольные. Щелочная 6,76, а кислотная 1,67, ну, тоже типичная. И вязкость 11,94. Тоже, как бы, типичная для АЦ3. Масло похоже, как бы, сомнений нет в его оригинальности. И давайте посмотрим отработку. Значит, вот данное масло Audi. Трехлитровый турбодизель с пробегом 14-400 и 240 моточасов. Так, бензина и дистоплива не нашел прибор. Окисление достаточно серьезно нарастает. 26-27 почти, на 14 много. Нитрование чуть меньше. Противоизносных присадок еще 82 процента остаток. Фенольных 0, их и было немного, но, тем не менее, видите, нули. Аминных еще 54,5 процента, еще присутствует. Так, далее. Щелочная 5,27. Хороший еще уровень. Но вот кислотная нарастает. 273. Возможно, это вот именно влияние высокой скорости, кстати, по окислению. Вязкость. И вязкость прилично просела почти на единицу. Удивительно. А топлива не видно. Сажи 0,29. Ну, нормальный уровень для такой скорости пробега, нагрузки. Значит, топливная работает нормально. По противоизноске я бы сказал, что мотор в отличном состоянии. Ну и вот, значит, такой прогноз получился в данном автомобиле, в данных условиях. 430 моточасов по мощным нейтрализующим свойствам. 25800 километров. Значит, по оксидам азота 1400. Да, бывают показатели для дизелей побольше. Но здесь вот высокая скорость, я думаю, что все-таки повлияла. И 674. Самые большие вопросы, по сути, это к вязкости. Почему она просела? Прибор не видит дистоплива. Если бы был солярка в масле, понятно. А здесь, ну, здесь уже похоже на, значит, на полимерный загуститель. Возможно, именно нагрузка дала о себе знать. Или еще вариант, что прибор плохо видит европейскую солярку. Значит, как-то надо его подкручить. Не знаю. Да, не забывайте, кстати, поставить лайк или дизлайк. Подписывайтесь на канал, нажимайте колокольчик, так вы не пропустите новые видео. С почти такого же мотора недавно присылал Антон, тоже из Болгарии. Значит, образец. Там был Mobil 1. Можете, кстати, посмотреть. Я могу ссылку прикрепить в описании. Вот. И интересно будет сравнить. Вот очное такое сравнение. Ну, не очное, как очная машина. Все-таки, тем не менее, разные. Похожие моторы, скажем, дизельные такие. Но, тем не менее, интересно будет сравнить результаты. Ну, как по мне, масло отработало отлично. Равенол демонстрирует качественность своих продуктов. Вот. Что можно сказать? Классно ездить 25-26 тысяч на масле. В принципе, если бы чуть-чуть скорость повыше, то вполне можно укладываться в рекомендации ВАГа по замене раз в 30 тысяч. Вот. Вот такой получился тест. Благодарю Сергея за предоставленные образцы. Все, кто посмотрел данное видео, благодарю за это. Желаю всем удачи и здоровья. Берегите себя и близких. Всем мира. Увидимся в следующих видео. Пока.